Уникальное шоу стартовало в Украине. Его особенность в том, что это проект для детей с ограниченными возможностями. Конкурс называется «Девовижние таланты Украины» и его организатор Фонд Возрождения собрал участников со всех регионов страны. Концерт прошел в Киевском дворце спорта. «Девовижние таланты Украины» — первое в стране шоу для детей с ограниченными возможностями. Парные танцы, сольные номера, театральные постановки. Проявить себя в проекте может каждый ребенок. Уже несколько месяцев по всей стране для участников проходят отборочные туры. По случаю Пасхи в Киевском дворце выступили 30 лучших конкурсантов. Даниил и Ева приехали из Чернигово. У себя дома уже успели стать серебряными призерами по фристайлу в спортивных танцах на колясках. На шоу привезли номер сальсу. Этот номер сальса — это социальный танец. Поэтому в нем мы можем выложить все свои эмоции. Мы можем быть соединенными зрителями. И просто получить удовольствие. Я считаю, что это огромная возможность для всех. Потому что именно на таких шоу все имеют право показать свои таланты. Кроме спортивных танцев, 15-летний Даниил занимается и плаванием. Уже не раз становился призером всеукраинских соревнований для детей с ограниченными возможностями. Но столько зрителей, говорит, еще не видел ни разу. На такой сцене впервые. И, в принципе, позитивно. Опыт хороший будет. Показать себя. Может, где-то нас заметят и куда-нибудь пригласят. Показать себя, каждый хочет. Просто многие боятся. Но это отличный шанс для выйти дома и показать свои возможности. Для родителей участие сына в подобных шоу — гордость. Были спортивные соревнования. Но это немножко вот такого, что впервые. Я считаю, что нужно больше таких проектов. Пускай, чтобы ребята вот такие, как мой сын, не замыкались в себе, не замыкались дома. Замыкались в этих стенах. Потому что чем больше они среди социума, тем оно намного им легче. И просто так надо больше, наверное. На концерте вместе с участниками выступили и финалисты известных всеукраинских телешоу. Подобный проект в Украине впервые, говорит продюсер Игорь Корж. Есть много, на самом деле, в Украине проектов различных. Но его уникальность заключается в том, что он дает шанс деткам с ограниченными возможностями проявить себя, проявить свои таланты. Во-первых, реализовать как бы собственный потенциал. Данное мероприятие ложится в общие рамки, в общую концепцию помощи, которую мой друг Владимир Мунтиан, глава фонда Возрождения, церкви Возрождения, оказывает деткам с ограниченными возможностями, деткам с ДЦП. Планы создать подобное шоу были уже давно, говорит глава Возрождения Владимир Мунтиан. Многие из них, они настолько талантливые, настолько вообще, можно сказать, умные, они отличаются. Но вот эта вот ихняя инвалидность, она как будто бы отрезает их от всякой возможности проявить эти таланты и стать частью вообще, например, всего движения молодежного. А мы хотим это исправить. То есть моя задача, да, вот, к примеру, в этом случае, да, это чтобы каждый человек, который имеет какой-то дар, какой-то талант, он его мог показать, он его мог развивать, он его мог демонстрировать. И он мог иметь будущее именно благодаря этому таланту. Финалистов конкурса в фонде обещают и дальше поддерживать в реализации своих талантов и помогать в участии и в других всеукраинских телепроектах. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер.